Архипелаг земля Франца Иосифа. Остров Чамп. Площадь 374 квадратных километра. Самая неизученная часть Арктики. В 2001 году экспедиция ученых столкнулась с явлением, которое не могли предвидеть даже самые изощренные фантасты. Абсолютно безлюдная долина, где нет никаких следов человеческого присутствия, усыпана идеально круглой формы шарами. 50 лет назад такие по форме шары нашли в джунглях Коста-Реки при вырубке леса под банановой плантацией. Тогда ученые провели исследование и выяснили, что шары состоят из гранита, в центре которого находится ядро вулканической породы. Шары острова Чампа состоят из плотно спрессованного песка. Они явно не вулканического происхождения, а в некоторых из них ученые даже обнаружили зубы древних акул. Размеры шаров от 1 сантиметра в диаметре до 3 метров. Больше ни на одном из 199 островов Архипелага не найдено ни одного шара. Почему на Чампа? Что это за шары? Остров Чамп находится в центральной части Архипелага земля Франции Иосифа. Назван в честь Уильяма Чампа, который в 1905 году руководил спасательной операцией по поиску полярной экспедиции Циглера, не сумевших пробиться к Северному полюсу и вынужденных два долгих года ждать спасения. Чамп подошел до Архипелага на барке Таранова и забрал шесть моряков-полярников. Несмотря на то, что завершающая стадия операции проходила в июне, никто из команды Чампы не видел шаров. В отчете руководителя экспедиции Энтони Фиала, изданном в 1907 году под названием «Битва с полярным льдом», о таинственных шарах нет ни слова. Уже много лет геологическое отделение университета Гамбурга бьется над разгадкой феномена круглых камней. Единственное, что удалось пока понять, камни округляются очень быстро. Их ядро составляет органика. Известный полярный исследователь Виктор Боярский считает, что шары могли быть рождены в морской воде, образовавшись в мягких отложениях дна из остатков раковин. Вернее, из кварцита – осадочной породы, которая под воздействием нагрева или давления принимает вид кристаллической структуры, и марказита – минерала, образующегося в результате химической реакции железа и серы. Именно марказит, как показал анализ, был главным соединяющим элементом в шарах. После того, как земля Франции Иосифа поднялась из глубин моря, а возникшие ледники начали таять, осадочные отложения подверглись эрозии, превратившись в результате в эти удивительные каменные формы – сферолиты. Сферолит – форма роста кристалла, возникшая в результате его расщепления и последующего совместного разрастания, образовавшихся при расщеплении субиндивидов по радиальным направлениям с геометрическим отбором. Специалисты различают несколько видов каменных шаров – обсидиановые, темное вулканическое стекло, гранитные и из песчаника. Некоторые исследователи даже высказывали версию, что шарообразные камни – дело рук космических пришельцев, составивших некие пока не расшифрованные анаграммы. Круглые шары встречаются в Южной Америке, Северной Европе. Осенью 2003 года корреспонденты итогов нашли огромное плато с шарообразными камнями на Мангышлаке, но где бы сферолиты ни находились, впечатление производят космическое и мистическое одновременно. Происхождение сферолитов до сих пор неясно, да и в ближайшем будущем решение этой загадки не предвидится. Субтитры создавал DimaTorzok